Всем привет! Сегодня готовлю омлет в духовке. Омлет как в детском саду. Пышный омлет это всегда вкусный завтрак для всей семьи. Приготовить такой омлет очень просто, стоит соблюдать лишь несколько основных правил. В духовку можно сразу поставить разогреваться, замешивается омлет очень быстро. В емкость выбиваем 6 яиц. И одно из главных правил для приготовления омлета как в детском саду или омлета в духовке, это нужно рассчитать правильно пропорции. Рецепт проверенный, я не рекомендую вам менять пропорции. Нужно брать с расчетом 50 миллилитров молока на одно яйцо. Если вы хотите приготовить поменьше, вам нужна порция меньше, то уменьшите порцию вдвое. Возьмите 3 яйца и 150 миллилитров молока. Пока я выбиваю яйца, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я отмерила 300 миллилитров молока и наливаю молоко в яйца. И все немного солю. Соль по вкусу. И второе правило, которое нужно для того, чтобы приготовить вкусный пышный омлет, это не нужно взбивать яйца миксером, а просто взболтать их вилкой либо венчиком. Не взбивать, а взболтать. Вот так все очень просто. Конечно, омлет, приготовленный в духовке, получается очень вкусный и пышный. И даже это полезнее, чем на сковороде. Не нужно добавлять большое количество масла. Я очень много запекаю всего в духовке. Если можно что-то запечь, а не поджарить, то я предпочитаю запечь. Напишите мне в ваших комментариях, как вы любите готовить ваше блюдо. Больше обжаривать или запекать. Яйца мы взболтали. И теперь мы подходим к третьему важному моменту в приготовлении пышного омлета. Нужно брать формочку маленькую, такую узенькую и высокенькую, чтобы омлету было куда подниматься. Если формочка будет большая, то омлет у вас будет более плоский. Пышность омлета, как это ни странно, заключается также в том, в какой формочке его будете вы запекать. Формочку смазываю сливочным маслом. Отправляем запекаться взболтанные с молоком яйца в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Через 30 минут приготовления можно открыть и проверить. Давайте же поскорее достанем наш омлет и попробуем. Давайте же отрежем кусочек. Посмотрим, какой у нас получился омлет внутри. Посмотрите, какая красота! Это чудо какое-то! Обязательно приготовьте такой омлет. Вам очень понравится. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита! Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok